Девушки отдыхают Девушки отдыхают Итак, пикселеватая фигурка в легком доспехе с щитом и мечом Находит себя среди девственной природы Кавказских гор Собственно, это наш главный герой Точнее, героиня, как становится понятно чуть позже Сразу, ввиду специфичной графики, понять тяжело Мы начинаем изучать этот дивный мир Осматриваем местные достопримечательности А также знакомимся с дровосеком, его дочерью и собакой Оказывается, что, несмотря на окружающую безмятежность Здесь далеко не все в порядке Тревожный дух витает в воздухе И складывается ощущение, что мы застали тот самый Магический момент затишья перед бурей По настоянию дровосека мы отправляемся в пещеру Дабы отыскать древнюю книгу, именуемую Мегатом Забираем фолиант, но вместе с тем пробуждаем ото сна Некую мрачную сущность Приходится спешно уносить ноги к хижине дровосека Внезапно в этот момент на сцену вступает архетип Так зовут рассказчика притчи Супербразерс Нашего гида по игре Он кратко подводит итог пройденной части И предлагает немного отдохнуть Прежде чем вернуться сюда вновь Ведь впереди еще много приключений И мы вернемся И приключения будут Нам представится шанс освободить неких духов Завоевать разноцветные треугольники Проникнуть в мир снов И совершить другие неожиданные поступки Игровой процесс в основе своей является Point and Click Adventure При практически полном отсутствии Манипуляции с инвентарев За время игры в наших карманах Побывают лишь тот самый Мегатом С помощью которого, кстати, мы сможем читать Мысли других персонажей Ключи и восстанавливающие здоровье грибы Да, как вы уже поняли Периодически нужно будет сражаться Боевая система ожидаемо незатейлива Блок и удар Отбиваем нападки неприятеля И в нужный момент контратакуем Вообще, Sword and Sworcery вызывает приятные воспоминания О тех временах, когда еще не было четкого представления о жанрах Когда каждая игра являлась в той или иной степени приключением В мире Super Brothers многое завязано на фазе луны В зависимости от того, полное ли на небе ночное светило Половинка или же нет его вообще События и возможности в игре будут разниться И теперь самое интересное Фаза пиксельной луны на экране соответствует фазе луны в реальной жизни То есть, если вы будете играть 2 мая То рискуете увидеть историю несколько иным образом, чем, скажем, 14 Вот такая вот занятная приколюха Как и многие другие небольшие проекты Sword and Sworcery выезжает, помимо всего прочего, на шикарном тандеме «Дизайн звук» Отменную пиксельную картинку нарисовал минималист Крейг Адамс Второе имя которого — Super Brothers И вынесено в название игры Музыка и звуки — результат работы Джима Гатрии И все это вместе производит просто-таки волшебный эффект Который, как обычно, тяжело передать словами Баланс между безмятежностью и тревогой Недосказанностью и неоднозначностью образов Возможно, кто-то назовет мое восприятие синдромом поиска глубинного смысла Но это не так Здесь не надо ничего искать Да и желания-то особо не возникает Будет несправедливо, если я вслед за Адамсом и Гатрии Не упомяну третью сторону, приложившую руку к проекту Программистам из Кэпибара Геймс Да, эти ребята тоже хорошо справились Супер Бразер Сворд энд Сворсери Несомненно заслуживает высшей оценки Творческий эксперимент можно считать удавшимся Но вы должны понимать, что запускать эту игру стоит, если вы Во-первых, готовы немного отстраниться от устоявшихся стереотипов Во-вторых, нормально воспринимаете пиксель-арт А в-третьих, владеете английским языком Если же вы не уверены по этим трем пунктам относительно себя То... Блин, да все равно рискните Небольшое обращение к тем, кто все-таки проникся По ходу игры нам постоянно предлагают твитануть о своих достижениях Но я не стал на это отвлекаться Вы же можете попробовать К тому же архетип недвусмысленно намекает на некий социальный эксперимент Так что, если возникнут какие-нибудь последствия, отпишитесь Мало ли И второе Для тех, кто прошел игру Вы поняли смысл перечисленных цифр из таинственного финального послания? Ммм?